В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Трейловый полумарафон «Леоран» состоится в Приморье. Подробнее об этом событии нам расскажут Ольга Гаева, спортивный директор полумарафона «Леоран», директор бегового клуба «Ран ДНС «Ран» и Александрина Кучина, продюсер полумарафона «Леоран». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Оль, ну по традиции первый вопрос тебе. Что нас ждет, когда состоится полумарафон «Леоран»? Мероприятие состоится уже совсем скоро, 10 июня в Хасанский район на территории национального парка «Земля Леопарда». Это недалеко от поселка Барабаш состоится уникальное событие по своей красоте, по своей интересности трассы. Наш трейловый полумарафон «Леоран». Александрина, в который раз проходит? Уже в третий раз и мы очень радуемся тому, что участники уже ждут с нетерпением наше мероприятие. Вообще в 2016 году проводили пилотный проект, потом долго не проводили, потом решили возобновить. Ну, каждый год об этом рассказываем. И каждый раз радуемся, что ждут, участвуют. И мы сами любим очень этот проект, несмотря на то, что он и далеко, и достаточно сложен. Все равно он очень красивый и крутой. Что нового в этом году? Ну, в этом году мы немного увеличили лимит участников. То есть нам разрешила «Земля Леопарда», «Наука», посчитали. Там все равно, в принципе, дорога широкая, но большую нагрузку не выдерживает. В том году было чуть больше 500 участников, в этом году около 600 участников будет. То есть мы каждый год немножко увеличиваем количество. И что еще из нового? Наверное, это география в этом году более расширилась. Ну, о ней попозже поговорим. Оля, я видела в статусах, в РИЛС, где-то еще, что трасса уже протестирована. Да, мы несколько раз выезжали на трассу. Вот на прошлой неделе это был крайний раз. Мы еще раз утвердили все наши точки разворота, все наши контрольные точки по безопасности. Сами пробежались, немного протестировав подъем и спуски. В общем, готовиться к этому мероприятию обязательно необходимо, как морально, так и физически. В общем, с нашей стороны уже все на низком старте. Осталось дело за малым, приехать и все организовать. А трасса будет традиционно, то есть вверх-вниз? Да, трасса будет по пересеченной местности, по вершине хребта. И там нет ни одного ровного участка. Либо это такой жесткий подъем вверх, либо вниз. Я смотрела, ты прям в жесткий подъем вверх. Да, да, да. То есть поэтому если рассмотреть трассу на 21,1 километр, там общий набор высоты у нас 900 метров. Если рассмотреть по высотам, то получается такая прям кардиограмма. Кардиограмма нашей трассы. Поэтому ко всем участникам обращаемся и обращались, чтобы все выбирали трассу, свой маршрут, с учетом все-таки своих возможностей. Да, маршруты у нас дистанции, повторюсь, 3 километра. 3 километра, 5 километров, 10 и 21. С учетом своих возможностей, с учетом погодных условий, может быть, очень жарко. Нужно умножать, скорее всего, даже на 2, или делить на 2, как лучше. И обычно ты бегаешь 21, лучше, наверное, здесь взять десяточку, например. Это Хасанский район. А вы смотрели погоду? А сейчас еще пока рано смотреть. Две недели. Пока что-либо. Потому что она меняется. Непредсказуемо. Если у нас в позапрошлом году была сильная жара, в прошлом году была идеальная погода, была вроде как бы и такая облачность, то есть не было яркого солнца, было свежо и прохладно. Надеемся, в этом году ему тоже повезет. Потому что, да, если будет либо дождь, либо жара, ну, конечно, для участников, чем хуже, тем лучше. Но нам, как организаторам, хотелось бы, чтобы все было так сговорено с погодой. Ровненько. Ровненько, да. Ну, вот позапрошлом году, получается, накануне были сильные ливни, и вышло солнце, день мероприятия, и была сильно испарена духота. Было, конечно, очень тяжело. Воздух такой прям тяжелый был, тем более лесная местность, конечно, не открытая, не море, и поэтому было, конечно, тяжело. А дождь накануне осложнял нам как раз-таки стройку трассы, потому как мы проводим разметку, ставим пидстопы, все это накануне, за несколько дней выезжает бригада, которая там работает, и вот дождь – это было целое приключение. Я попесала, да, я представляю, все это расставить на точках. Какие-то, ну, я не скажу, там, промахи, вообще какие-то итоги прошлых марафонов учитываются, да? Как-то работаете с тем, что уже было, и, конечно, мы каждый год стараемся где-то усовершенствоваться, улучшить ситуацию, да, и мы каждый год учитываем пожелания участников, чтобы сделать все более комфортное и лучшее. Ну, вроде как мы, мне кажется, Александрин, все уже учли. Да. Да, будем надеяться, что повезет с погодой. Как раз первый год у нас был такой подзапись, рефлексия, и в том году уже было, уже почти не было, скажем так, каких-то таких ошибок, но каждый год он непредсказуем, это и погода, и участники разные, и у всех своя подготовка, но самое главное, конечно, это правильная амуниция, правильное питание и головные уборы. Угу. Правильная амуниция, правильное питание. Что про это? Кто скажет? Про экипировку, да, то есть очень мы прям ведем в правила, то есть у нас будет чек-лист участника, то есть обязательно головной убор, потому как если будет жарко, то есть без головного убора мы будем не допускать даже выход на трассу. Все, что касается экипировки и дальше, то есть это обязательно трейловые кроссовки. Трейловый кроссовок – это кроссовок с сильным протектором, который позволит хорошо цепляться за сыпучий грунт. Вот. Ну и дальше одеваемся, конечно же, по погоде. Это либо шорты, либо лосины, либо майка, либо футболка, либо ветровка. Тут уже будем зависеть от погоды. Вот. Но обязательно лучше подобрать несколько вариантов одежды, взять с собой и уже по факту выбрать в том, в чем бежать. Конечно, по маршрутам будут и педстопы, и пункты освежения, и медицинская помощь с парамедиками. Но все равно нужно понимать, что солнцепек – это такая коварная история. Лучше себя обезопасить. А бывает так, что кому-то плохо становилось? Конечно. Ну, вот в позапрошлом году, когда у нас было после дождя яркое солнце, такой тепличный такой момент, вот этой вот влажности, жары. И да, были нюансы, людям было плохо, но, слава богу, все хорошо, то есть без каких-то случаев, да, вовремя оказанная помощь, то есть без сильных, серьезных каких-то повреждений. Да даже вот сегодня на улицу вышли, там такой солнцепек, что лучше, наверное, кепочку надеть. Ну, да, да. И вчера, кстати, тоже. Будет июнь, да, уже. Я поднималась просто в сквер вчера, и мне напекло голову. Вот, вот, вот. А тут я представляю. А голова-то не черная, а если она еще и черная, то вообще... География участников. Мы сказали, что в этом году порядка 600 человек. Да-да-да. Так, ну, у нас, как обычно, это, конечно, весь Дальний Восток, все регионы. Московская, Свердловская, Томская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Петербург. Петербург. Да-да-да. То есть люди все больше и больше узнают, и это очень радует, потому что пока не получается сделать его, как и другие наши события, международным ввиду текущей ситуации, но зато расширяется география внутри России, и это, конечно, классно. Мы всех ждем. А детская дистанция предусмотрена на Леоран? Три километра с возраста от 10 лет обязательно в сопровождении совершеннолетнего либо родственника, либо, в общем, сопровождающего. Детки, наверное, в костюмах бегут как-нибудь, мне кажется. Ну, обычно, да. На самом деле, очень много подходит людей с креативностью. Вот у нас буквально на днях настоялся как раз-таки в рамках фестиваля День Леопарда, да, забег, где проявили люди творческий подход. Все были в леопардовом принте с ушками. Они сплошили себе костюмчики с хвостиками. Это очень красиво было. Да, я думаю, что вторым этапом у них будет как раз-таки участие в трейле, вот в таком констюмированном наряде. А подчасти вот этих пунктов питания, остановок, что вот предусмотрено? Ну, в этом году мы подошли как раз-таки еще более серьезнее к моменту безопасности. Все-таки потому что количество участников увеличилось, значит, надо смотреть, будет еще лучше за людьми. Поэтому у нас каждые 2,5 километра в среднем пункты питания, и каждые буквально 700-500 метров у нас будут контрольные точки. Это люди, маршалы на специально подготовленных автомобилях. У нас их будет 5, которые в случае чего могут транспортировать к старту, к скорой. Также веломаршалы по некоторым участкам и просто маршалы с рациями, которые также будут очень хорошо смотреть за участниками, именно спрашивать за самочувствием, в случае чего передавать по рации, и мы будем реагировать. Да, то есть мы будем на связи на рациях, плюс будет 2 скорой помощи, реанимация в любом случае на площадке, это безусловный фактор безопасности. Будем всех опрыскивать заходящим на площадку участникам, гостям, репеллентами, так как клещи тоже не дремлют, помимо леопардов. Я про леопарда шучу. Мы подальше от места обитания, непосредственно, поэтому мы их не затронем. Но на всякий случай, конечно, мы даем в руки фальшвейры. Ну, это так, такая безопасность. Да, это просто 1 из 100, так скажем, процентов, но мы все равно соблюдаем. Ну, они сами пугаются, там слышат звуки, крики, музыка, и сами убегают, им это не нужно, не интересно, поэтому мне кажется, они уже за 3 года подпривыкли к нашей шумной компании. Да, и повторюсь, что мы не в зоне проживания леопарда, мы находимся на рекреационной зоне, то есть там, где, в принципе, туристические тропы находятся. И дальше. То есть леопард, он тоже не дурак, он не пойдет там, где шумно. Нет, нет, они вот этого тоже не дают. Но накануне он походит, оставит свои следы, и на них можно будет посмотреть. Это настоящие следы, это не мы проставляем, что встречались. Да, конечно, следы тигра, леопарда, по тропе, очень много копытных, очень много... Кабанных. Ну, именно следов, животных очень много, что опять-таки такой интерес вызывает, когда ты бегаешь. Да, это прикольно. И вообще, конечно, благодаря земле леопарда, ну, в любом случае, мы с ними в сотрудничестве, да, все это делаем. А мы в книге бегуна, которую выдаем при выдаче стартовых пакетов, мы прописываем все меры предназначенности, даже если встретится какой-то зверь. Зверь. Это маловероятно, но все может быть, как надо себя вести. Поэтому рекомендуем, будем рекомендовать внимательно ознакомиться с правилами безопасности. Ну, я так понимаю, что развернется какой-то городок, потому что это все-таки не городское мероприятие, да, где ты на собственной машине приехал. Машины как раз-таки у нас все паркуются в Барабаше, оттуда... У нас вообще с города будет трансфер, из Барабаша будет трансфер, который будет доставлять, потому что там парковок нет, там парковаться нельзя, там трасса очень достаточно скоростная, и там, в принципе, места нет. Поэтому все будут приезжать до места площадки, там будут раздевалки, гардеробы, ну, в общем, вся инфраструктура необходима. Площадка будет отсыпана, чтобы это была уже, там, не земля, было более удобно. После финиша душ для участников, еда, ну и, конечно, прекрасная, красивая медаль. В общем, да, мы основательно в этом году, ну, как и в прошлом, подошли к организации, и для нас, организаторов, это, тем не менее, такая непростая задача простроить инфраструктуру вот как раз-таки в поле. Хорошо, что вы заметили, да, так, ну, потому что, правда, мы привозим все из города, абсолютно все, и шатры, и сцена, и звук завозятся просто буквально в лес, и строится, и строится городок. Культурная программа будет. Вот, да, для болельщиков. Весело, да, весело будет, ну, будут фотозоны тематические, где можно будет пофотографироваться, можно даже в каких-то конкурсах поучаствовать, и будет культурная программа музыкальная, местное творчество. То есть какие-то местные коллективы будут выступать? Знакомьи с хасанским творчеством, да. А, хасанские коллективы. Да, хасанские. Ну, из славянки, получается, там, на самом деле, это очень такая аутентичная история, и зачем судил столько вести, если есть свое творчество, и это даже, это людям заходит. Ну, и задача мероприятия создать праздник, атмосферу, не только для тех, кто приедет, да, из города, и для местных жителей тоже, они могут, вот так, принять участие, став, грубо говоря, соорганизаторами, которые выступают и показывают свою развлекательную программу. Также какая-то сувенирная продукция, возможно, будет тоже от местных жителей продаваться. И земля леопарда. Сложно было все это организовать? Ну, то есть, создать этот целый городок, продумать эту трассу? Ну, конечно, безусловно, в первый год мы когда сели и пытались понять, где это сделать, как это сделать, там, в принципе, это и не было площадки. Мы ее расширяли, отсыпали, ровняли. То есть, там действительно, там природа, там нету места. Ну, создали, продумывали. У нас очень сильный наш технический оператор событий, Эдисон. У них очень большой опыт, и у нас большой опыт. Поэтому совместными усилиями, не то чтобы сложно, интересная задачка, да, это все понять, как это сделать, привести, чтобы всего хватало, потому что Владивосток-то не наездишься, если чего-то вдруг забыл. Ну, совместно и землю Леопарда, и с администрацией Хасанского района, с их поддержкой, да. В общем, процесс трудоемкий, но интересный для нашей команды. Первая часть команды с 6-го буквально июня выезжает в поля, так грубо говоря, да, и начинает уже разметку, стройку. Жизнь на площадке. Да, то есть создавание площадки. И вторая часть тоже прибывает 9-го, 8-го, 9-го, и полностью происходит все наполнение. А кто-то вам помогал кто-то в этом всем создании? Мы сами. Самостоятельно, да, ну, все вместе с техническим, вот, мы технический подрядчик, и мы приехали, все продумали, постарались все реализовать, поэтому в этом году следуем так же, как в том году было. Ну, не считая того, что земля Леопарда, наверное, предоставила свою площадку. Конечно, конечно, конечно. Ну, этим мероприятиям вы помогаете в том числе Леопарду. Мы популяризируем, во-первых, местность, очень красивые виды, это туристическая привлекательность, и это такая важная задача. Кто-то может помочь земле Леопарда, там, какие-то есть свои там способы. Мы тоже часть средств, ну, помогаем, отчисляем для мероприятий по защите и отслеживанию нашей красивой дальневосточной кошки. Ну, самое главное, это, конечно, популяризация очень красивых мест. Хочется, чтобы эту экотропу красивейшую посещало очень много туристов, потому что, действительно, там такие виды, особенно в хорошую погоду. Очень гордимся мы нашей территорией, нашим регионом. Отзывы участников, какие, потом вам пишут, там, оставляют где-нибудь? Ах, как красиво! Да, с точки зрения спортсменов, все, кто участвует, они просто на финише с невероятными эмоциями. Во-первых, того, что спортсмену чем сложнее, тем, опять-таки, интереснее и лучше. То есть, те, кто бегут на свой конкретный результат на время, им важно преодолеть вот эти подъемы и спуски в определенном темпе. То есть, такой челлендж себе, вызов себе. И что касается, в принципе, любителей, то тоже для них это вообще в новинку, потому как, понятно, что много очень гладких марафонов асфальтовых, а вот трейловые, это действительно эксклюзивность, некая такая индивидуальность, и все отмечают, что это потрясающе и красиво, да. А мне вот еще, что интересно, среди ваших мероприятий, да, их достаточно большое количество, это и на льду забеги, и по мостам забеги, да, и есть вот на земле леопарда. Есть ли, ну, скажем так, поклонники именно земли леопарда, вот чтобы по лету, трейловые, конечно, участники, любители трейлов, конечно, есть, и самое, что приятное, да, мы создавали это исходя из своего опыта, это мероприятие, собирали, его организовывали, но когда приезжают участники со всей России, да, какие-нибудь, которые бегают и другие трейлы, и говорят, что у нас сильная организация на высоком уровне, даже подобных организаций, именно трейлов, они кто-то даже не встречал, это очень приятно, и хочется еще лучше, и лучше, и лучше делать, чтобы действительно все сюда приезжали и понимали, что здесь можно, здесь будет безопасно, и мы всех ждем. Стартовый пакет, что в него входит? Ну, в этом году у нас, как обычно, рюкзак-мешок, просто у нас еще, к сожалению, мерч не дошел, мы его вот-вот ждем, обязательно презентуем его в наших социальных сетях, в релизах, ну, вот у нас рюкзак-мешок, потом футболка, майка участника, еще кардхолдер в этом году мы сделали, индивидуальный дизайн на телефон, очень удобная штука для хранения карточек, ну, и, конечно, красивая, прекрасная медаль. Медаль, когда? Медаль, да, индивидуального дизайна, можно посмотреть, вот он очень красивый, она у нас неровная, специально сделана, с разными уровнями. Леопард изображен. Да-да-да, леопард. Каждый год пытаешься придумать что-то новое, уникальное, хочется порадовать участников, и вот нам самим очень нравится, это очень красиво. И, наверное, какой-то стиль же выработался, потому что в том году тоже была бронзовая, в этом году мы тоже решили сделать бронзовую, и она прям шикарная получилась. Ну, она как-то в цвете леопарда, я бы сказала так. Как раз. Ну, и помимо, конечно же, медалей, да, очень много у нас подарков и призов от партнеров, плюс призовой фонд 300 тысяч рублей, который делится. Для абсолютных победителей, да, всех дистанций. победителей. И пакет финишера, пакет финишера, это пакет с провизией, обычно это у нас колбаса, напиток, в общем, какие-то фрукты, да, на финише. Накормим всех пловом, напоим водичкой, чаем. Чай у нас будет очень вкусный, вот, визит Приморья на финише. Говорят, что, кстати, жажду, жару удаляет как раз-таки чай, и он очень вкусный, пряный будет, поэтому вот тоже в этом году. То есть будет вкусно, спортивно, здорово и здорово. Да, да, да. И по маршруту также будут у нас пункты питания, где будет вода и затоники, изюм, то есть все то, что приносит нам энергию, дает как раз-таки гликемический индекс поднимает необходимый для бегуна. Много воды, пункты освежения с губками, чтобы полегче было чуть-чуть жару бежать. Чтобы себя поливать, обливать, в общем. Также на маршруте будут встречаться ручей, а в прошлый раз в нем прям лежали. Да, так что такое естественное освежение. Ну и по традиции вопрос, кто вас поддерживает? При поддержке Министерства спорта Приморского края, Администрации Хасанского района, Национальный парк Земля Леопарда, конечно же, спасибо им за вообще, за то, что мы можем все это проводить совместно с ними. То есть без госструктур мероприятия, конечно же, невозможно провести. Поэтому огромная благодарность, что нас поддерживают уже который год, содействуют и принимают личное участие. Да, и благодарны нашему водному партнеру компании «Славда». Потому что воды там нужно много, и они нас всегда тоже поддерживают на всех мероприятиях. Ну, кстати, я забыла спросить, зарегистрироваться-то еще можно? Да, еще места есть, но скоро закончатся. Поэтому еще можно успеть. Где регистрироваться? На сайте leoran.ru На сайте можно получить регистрацию и важный момент необходим медицинский допуск. То есть регистрирующийся каждый участник должен предоставить на выдаче стартовых пакетов медицинскую справку. Без нее пакет будет не выдан и человек не допускаем. не допущен. Это важное условие безопасности. Ну да, что ж тогда все регистрируемся и 10 июня до встречи на старте в Хасарском районе. Всех ждем. Всех ждем. Я напомню, это была программа «Время говорить» и сегодня мы говорили о трейловом полумарафоне «Леоран», который состоится в Приморье 10 июня. В гостях у нас были Ольга Гаева, спортивный директор полумарафона «Леоран», директор бегового клуба «Ран ДНС Ран» и Александрина Кучина, продюсер полумарафона «Леоран». В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова